Представляете, какая здесь была? Здесь люди не могли дверь открыть, прыгали в окошко. Температура в районе возгорания действительно была очень высокая. Деревянные двери в подсобке выгорели практически полностью. Металлические в жилых комнатах деформировались от высокого пламени. Их пришлось поменять. Алена Свистунова первой вызвала пожарных. В пол пятого утра где-то. Ну, я вот проснулась, пожарные вызвали в 4.33. Я проснулась, что все рушится, мы с обрессованником через окна нашли. Очаг возгорания, как позже выяснилось, находился возле окна в коридоре первого этажа офицерского общежития. По счастливому стечению обстоятельств рядом нет жилых комнат. В помещениях располагались бытовки уборщиц. Зато над эпицентром пожара находилась комната семьи Томовых. Двое взрослых и двое детей. Лейлу Томову разбудил треск батареи отопления. Трубы раскалились до красна. Она прям аж вот такая вот была. Он мне и заорал, говорит, сейчас надо выходить, иначе ее сейчас рванет. Вот. Польется кипяток, мы отсюда вообще не выйдем. Вот мы быстренько детей что есть садили потеплее, на себя что есть, и выбежали. По отчетам, площадь пожара составила всего 15 квадратных метров. Огнем уничтожена лишь мебель, которая стояла в коридоре. Но дым был такой плотный, что закоптился пол и стены коридора на первом этаже. Лестничные марши до третьего этажа. Сообщение о загранье поступило на пульт диспетчера в 04-34. На момент прибытия первых пожарных подразделений из окон дома жил дым, требовалась эвакуация жильцов. Звеньями газодымозащитной службы было спасено 40 человек, из них 10 детей. По предварительной причине пожар произошел вследствие неосторожности при курении. Виновные лица в настоящее время устанавливаются. Жильцы и работники общежития уже сутки отмывают полы, стены, покореженные двери люди заменили за свой счет. Интернет-компании заново прокладывают обгоревшие кабели. По закону возмещение затрат производится через суд. Если, конечно, дознаватели найдут виновника пожара и определят, что он сделал это умышленно. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.